В Чебоксарах начали проверять заведения, предлагающие курение кальянов. Закон запрещает реализовывать курительные смеси даже с малейшим содержанием никотина. Более суровые штрафы грозят тем, кто предлагает подобную услугу несовершеннолетним. Во время недавнего рейда представители столичной администрации выявили немало нарушений. Дмитрий Ковалев продолжит тему. К владельцам этого кафе на заливе накопилось немало вопросов. Жалобы на его работу поступают часто во время внеплановой проверки представители администрации города застали за курением кальяна несовершеннолетних девушек. В 7-17 лет. По закону официанты должны были потребовать у посетителей документы. Они будут привлечены к штрафу самого заведения. От 30 тысяч это минимально и до 60 тысяч это максимальная сумма будет. Обязательно в порядке. Административное дело составит и на родителей девушек. Размеры штрафа определяют члены комиссии по делам несовершеннолетних. Состав курительной смеси изучат эксперты. Ту табачную продукцию, которую сегодня уже купили наши девушки, которые сидят вот здесь, да, она будет направлена сотрудникам МВД экспортную группу. Предприниматели нарушили и другие правила. По закону в кальянных залах должны быть вывешены таблички с предупреждением о вреде употребления табака. Знаки о запрете курения должны висеть обязательно в залах, на видных местах, в туалетных комнатах, на входных узлах этих заведений. То есть на двери, при входе, в туалетных комнатах и в залах. Употреблять кальяны с содержанием табака в местах общепита запрещено уже два года. Но лазейки в этом законе все же нашли. Чтобы продавать курительные смеси с никотином легально, предприниматели должны отказаться от реализации напитков и еды. Это кафе одно из таких. Во время рейда представители администрации города потребовали у его руководителей документы. Руководитель, конечно, сам не пришел и не соизволил предоставлять какие-то соответствующие документы для реализации кальяна, кальяных смесей в данном заведении. И, конечно, пообщаться с нами вообще просто не захотел. Пообщаться с проверяющими руководителю все же придется. Правда, в другой обстановке. Руководитель данного заведения будет приглашен на Межрестную комиссию по развитию потребительского рынка. И, конечно, мы сейчас составим в обязательном порядке здесь акт обследования. Нарушителям закона в администрации города спокойной жизни не обещают. Рейды по заведениям, которые реализуют кальяны, обещают проводить не реже двух раз в месяц. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика.